Разговор Божественным и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль — это основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженства, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение, я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией — вот основание мысли. Лев Николаевич Толстой Лев Николаевич Толстой Прошло более года, зима, в московском доме Сарынцевых. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Все равно, как мать скажет, зачем страдать. Роды не бывают без страдания. Так же и в духовной жизни. Можно? Да. Там священник приехал, наш Василий Никонорович. Он едет к архиерею, отказался от прихода. Не может быть. Он здесь. Ты хочешь его видеть? Конечно, конечно. Василий Никонорович. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Иванович. Неужели покончили? Да, не мог. Больше не мог. Не ждал я этого так скоро. Ну, ведь нельзя так. Нашим быту нельзя быть безразличным, надо исповедовать, причащать. Когда я понял, что все это не истина. Ну, и как же, теперь? Теперь... Теперь я... Еду к архиерею на испытания. Боюсь, сошлют в Соловецкий. Думал одно время за границу бежать, вас просить, Николай Иванович. Потом раздумал, молодушие. Одно... Жена... Где она? Уехала к отцу. Теща приезжала. Детишек забрала. Это больно. Больно так. Ну... Я так хотела. Ну, помогай, Бог. Что же вы у нас остановились? Ну, вот и дождались. Он отказался принять присягу и взять под арест. Как? Я только что была там. Меня не пустили. Николай Иванович, поезжайте вы. Как отказался? По чем вы знаете? А вот так очень просто. Вошел и сказал, что присягать не будет. Служить не будет. Ну, все это. Чему Николай Иванович его научил? Княгиня, разве можно научить? А я не знаю. Только разве в этом христианство? Нет, не в этом христианство. Ну, вот вы хоть, батюшка, скажите. Я уже не батюшка. Что? А, да все равно. И вы такой же. Да, вам всем хорошо. Но я этого так не оставлю. Да что же это за христианство? Такое проклятое, от которого все люди должны страдать и погибать. Ненавижу я. Это ваше христианство. Вот вам всем хорошо. Потому что вы знаете, что вас никого не тронут. А у меня один сын. И вы погубили его. Вы. Вы погубили, вы не спасаете. И вот поезжайте и скажите ему, что все это глупости. И что это возможно только богатым людям. А не нам. Папа. Ну, что же делать, папа? Я пойду. Может быть, я смогу помочь. Где полковник? Прошли к новобранцу, ваше высокое существо. Ну, это хорошо. Попросите его ко мне. Слушаю, ваш высокое существо. А это вы что переписываете? Не показания новобранца? Так точно. Прошли к новому. Прошли же Христа присяга прямо и определенно запрещена. Как в Евангелии Матфея, глава 5, стих 33-38, так и в послании Якова, глава 5, стих 12. Даже рассуждают. По-своему толкуют. В Евангелии сказано, не клянись вовсе. Да будет слово ваше да-да, нет-нет. Да если бы и не было такого указания, я не мог бы клясться в том, что буду исполнять волю людей, так как я по христианскому закону должен всегда исполнять волю Бога, который может не сойтись с волей людей. Я тоже рассуждаю, как бы меня слушали. Ничего об этого не было. Отказываюсь же я от исполнения требований людей, называющих себя правительством, потому что... Какая дерзость. Потому что требования эти преступные и злые. От меня требуют, чтобы я поступил в войско и обучался и готовился к убийству, а это мне запрещено и ветхим, и новым заветом. И главное моей совестью. Слушаете показания? Да. Непростительно дерзкие слова. На третий вопрос, что побудило меня говорить в присутствии оскорбительные слова, отвечаю, что побудило меня к этому желание служить Богу и обличать обман, который совершается во имя Его. Ну, довольно. Все это болтанью не переслушаешь. Ну, тут дело в том, что надо это искоренить и сделать так, чтобы не развратить людей. Вы говорили с ним? Все время говорил. Старался усовестить его, убедить, что для него же хуже, что ничего он этим не сделает. Говорил об его семье. Он очень взволнован, но все свое говорит. Напрасно много говорили. Менотые военные, чтобы не рассуждать, но исполнять. Призовите его. Слушаюсь. Нет, полковник, с такими молодцами не так надо обходиться. Тут надо решить меры, чтобы отсечь больной член. Одна большевая овца все стадо портит. С такими молодцами не так надо обходиться. Что он князь, и мать у него, и невеста, это до нас не касается. Перед нами солдат. Мы должны исполнить высочайшую волю. И у меня были такие. Надо, чтобы он почувствовал, что он ничтожность. Что он песчинка под колесницей, и не может задержать ее. Да, можно испытать. Мне нечего испытывать. Мне нечего испытывать. Я 44 года служу своему государю. Жизнь отдавал. И я там в служении. Вдруг некуда мальчишка учить станет. Могословские тексты не будет вычитывать. Это пусть попали разводит. А со мной одно. Солдат или арестант. Вот и все. Тот поставьте его. У меня нечего ставить. Я встану или сяду, где хочу. Потому что я вашей власти над собой не призываю. Молчать? Не признаешь власти. Я тебя заставлю признать. Как вы дурно делаете, что кричите. Поднять вы и поставить. Это вы можете. Можете убить меня, но заставить повиноваться вам. Молчать, я сказал. Слушай же, что я тебе буду говорить. Совсем не хочу слушать, что ты, ты мне будешь говорить. Да он сумасшедший. Её в госпиталь надо на испытания. Больше делать нечего. Есть приказ допросить его жандармскому офицеру. Ну, пусть допросит. Наденьте его в форму. То он не даётся. Шлистать! Ведите его. Погодите. Послушайте же, что я вам скажу. Мне ведь всё равно, что с вами будет. Однако для вас самих советую. Надумайтесь. Вы сгнёте в крепости и ничего никому не сделаете. Бросьте вы всё это. Ну, я погорячился, вы погорячились. Садите, присягните и бросьте вы всё это. Здесь, батюшка. Ну, что же вы не отвечаете? Пожалуй, так лучше будет. Плетью обуха не переживёшь. Ну, мы с детьми при вас останутся, как отслужить. Мы вас тревожить не будем. Ну, что же вы не отвечаете? Мне говорить больше нечего. Я всё сказал. Надо вам пишите евангелие, стих такой-то. Мы ведь это попы знают. Вот вы и поговорите с батюшкой. А потом подумайте. Прощайте, князь. Надеюсь, до свидания, когда смогу вас поздравить с царской службой. Пошлите за батюшкой. Вот, видите, как они говорят. Они сами знают, что обманывают вас. Не поддавайтесь им. Бросьте ружье. Уйдите. Пусть вас лучше в дисциплинарном батальоне заполит. Всё легче, чем быть слугой этих обманщиков. Как же можно без военного сословия? Нельзя. Это не нам рассуждать. Нам надо рассуждать, чего от нас Бог хочет. А Бог хочет, чтобы... А как же сказано христолюбивое воинство? Да это нигде не сказано. Это обманщики выдумали. Нет, ну как же так? Архиереи-то должны знать. Здесь содержится князь Черемшанов новобразец. Так точно. Давайте его сюда. Слушаюсь. Вы, князь Борис Александрович Левшанов, отказавшийся от присяги. Я самый. Здравствуйте. Пожалуйста, солитесь. Я думаю, что наш разговор будет совершенно бесполезен. Не думаю. По крайней мере, для вас не бесполезен. Садитесь. Садитесь. Извольте видеть, мне сообщено, что вы отказались от военной службы и присяги, и поэтому есть подозрение, что вы принадлежите к революционной партии. И вот это-то я должен исследовать. Если это справедливо, то мы должны будем издять вашу зарплату и заточить или изгнать. Несмотря по степени ваше участие в революции. Если нет, мы оставляем вас военному начальству. Извольте видеть, я вам откровенно высказываюсь и надеюсь, что вы также отнесетесь к нам с доверием. Доверие? Я не могу иметь. Во-первых, к людям, носящим вот это. А во-вторых, самая должность ваша такая, что я не только не уважаю ее, но испытываю к ней величайшее отвращение. Но отвечать на ваши вопросы не отказываюсь. Что вы хотите знать? Ну, во-первых, позвольте ваше имя, звание, вероисповедание. Но это вы все знаете. Я отвечать вам не буду. Один только вопрос, очень важный для меня. Я не так называемый православный. Какой же вы веры? Я никак не определяю. Но все-таки. Ну, христианской по учению на горной проповеди. христианской по учению на горной проповеди. Пишите. Но все-таки вы признаете себя принадлежащим какому-либо государству, сословию? Нет, не признаю. Признаю себя человеком, рабом Божиим. Ну, почему же вы не признаете себя членом российского государства? Потому что не признаю никаких государств. Что значит не признаете? Желаете разрушения? Без сомнения. Желаю и работаю для этого. Пишите. И какими путями вы работаете? Обличением обмана, лжи, распространением истины. Я вот сейчас, как вы вошли, говорил вот этим солдатам, чтобы они не верили обману, в который их вовлекли. Ну, кроме этих средств. Обличения, убеждения. Признаете какие-либо другие? Нет. Не только не признаю, но признаю всякое насилие величайшим грехом. Не только насилие, но всякую скрытность, хитрость. Хорошо, теперь позвольте узнать ваше знакомство. Знакомы вы с Иваншенковым? Нет. Склеено? Слышал про него, но никогда не видал. Я думаю, я могу кончиться. Я признаю вас не опасным и не подлежащим нашему ведомству. Желаю вам скорого освобождения. Мое почтение. Одно мне хочется сказать вам. Да-да. Простите, но я не могу не сказать. Я слушаю, слушаю вас. Зачем вы избрали это дело? Дурное и злое. Я бы советовал вам оставить его. Благодарю вас за совет. Это есть причины. Мое почтение. Батюшка, уступаю вам к месту. И как же это вы так огорчаете начальству и хотите исполнить долг христианина послужить царю и отечеству? Я именно и хочу исполнить долг христианина. Того и не хочу быть воином. Почему же вы не желаете? Сказано положить жизнь за други своя. То истинный христианин. да положить жизнь но не чужую взять. Я сам это и хочу положить жизнь. Ну почему же вы не хотите присягать? Вы знаете в Евангелии запрещено. Не упорствуйте советую вам нам не переделать мир. А примите присягу покой не будет. а что грех что не грех предоставьте знать церкви. Вам неужели вам не страшно столько греха брать на себя? Какой же грех? Как я воспитан в твердой вере? Как я прожил 30 лет священствуя? Не может быть на мне греха? На ком же грех? Что вы обманываете стольких людей? Ведь что у них вот у солдат в головах? Мы с вами молодой человек это не рассудим. Нам подобает послушание старшим. Оставьте меня. Мне жалко вас и каюсь гадко слушать вас. Если вы были как тот генерал, а то вы с крестом, с евангелем, во имя Христа приходите уговаривать меня отречься от Христа. Оставьте меня. Уйдите, оставьте меня. Я устал, ужасно устал. Ну, так что? Упорство великое и покорность. Так что не согласился присягнуть и служить? ни в коем виде. Стало быть, надо везти в госпиталь. Это что же больным сделать? Ну, конечно, удобнее, а то пример соблазнительный. На испытание в отделение душевных больных. Так приказано. Ну, конечно. пожалуйте, но велено свести вас. Куда? На время теперь в госпиталь. где он будет покойнее и где вы будете иметь время обдумать. Я давно уж обдумал. Ну, что ж, поедем с ? Ну, что ж, что ж, Ну, я говорю вам что вы меня только хуже губите я уже несколько раз чувствовал себя совершенно здорово вы не волнуйтесь я согласен вас выписать но ведь вы сами знаете что вам опасна свобода если я знал что за вами будет уход вы думаете что я опять пить стану нет нет я уже научен а каждый лишний день проведенный здесь только губит меня вы делаете обратное тому что должно успокойтесь и возвращайтесь в палату хорошо рассуждать на свободе а каково нам среди сумасшедших что подходишь здравствуйте доброе утро а я к вам привез любопытного субъекта некто князь черемшанов должен был отбывать воинскую повинность отказался на основании евангелия жандарм допрашивал нашел себя неподлежащим ничего неблагонадежного батюшка внушал тоже не взял и как всегда к нам как последняя инстанция ну что ж просите его говорят очень образованный молодой человек и невеста у него богатая удивительно я прямо признаю у вас его настоящее место понятно милости просим раздевайтесь прошу вас мы побеседуем ставьте нас садитесь садитесь пожалуйста если бы можно я бы вас просил если вы меня будете запирать куда-нибудь то поскорее запереть и дать мне отдых простите но ведь нам нужно необходимо соблюсти правила садитесь пожалуйста всего несколько вопросов и так черемшанов что вы чувствуете чем страдаете чем я совершенно здоров но ведь вы поступаете не так как все я поступаю так как велит мне совесть вот вы отказались от исполнения воинской повинности как вы мотивируете это я христианин и поэтому не могу убивать да но ведь нужно защищать отечество от врагов нужно удерживать от а зла нарушителей порядка на отечество никто не нападает нарушителей порядка гораздо больше среди правительств чем среди тех которых она насилует как вы это разумеете так например главная причина зла водка продается правительством ложные вера обманы распространяется правительство и вот солдатство исполнение которого от меня требует которые есть главное средство развращение тоже требуется правительство по вашему мнению стало быть не нужно правительство и государство я этого не знаю но знаю наверно что мне не надо участвовать в зле ну а что же будет с миром ведь нам дан разум для того чтобы предвидеть тоже и на то дан разум чтобы видеть что общественное устройство должно держаться не насилием а добру что отказ одного человека от участия в зле не представляет никакой опасности ну а теперь позвольте вас немного обследовать ну а ну а другую другую такс встаньте смотрите так 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 такс прекрасно боли не чувствуете нет здесь нет нет еще раз нет нет здесь нет прекрасно так простите так семь шесть четырнадцать шесть закройте глаза глаза закройте такс теперь пойдете прямо вперед пошли спокойно смелее 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 послушайте и вам не совестно делать все это то есть что ну все эти глупости ведь вы знаете что я здоров что меня прислали сюда за то что я отказался участвовать в их зле и что ради этого они притворились что считают меня ненормальным и вы содействуете им в этом ведь это это гадко так вам это стыдно вам не угодно пройти оставьте нет не угодно можете мучить меня как хотите но делайте это это вы а я помогать вам не буду вы успокойтесь я понимаю что нервы ваши подняты не хотите ли пройти в ваше отделение только черемшановы посетители кто такие господин сарынцев с дочерью если можно я желал бы видеть их вы можете здесь принять их оденьтесь прошу идите идите к нему я не могу я после и бурис бедный бедный мой бурис нет нет не жалей меня мне так хорошо так радостно легко здравствуйте Я пришел сказать тебе одно главное. Первое, что в таких делах хуже переделать, чем не доделать. Во-вторых, то, что в этом деле надо поступать так, как сказано в Евангелии, не думать вперед, я то сделаю, я так скажу. И когда поведут вас к правителям, не думайте, что будете говорить, Дух Божий будет говорить в вас. То есть не тогда делать, когда рассудил, что так надо, а когда всем существом чувствуешь, что не можешь поступить иначе. Я так и сделал. Я не думал, что откажусь. Но когда увидал всю эту ложь, полицию, курящих членов, я не мог не сказать то, что сказал. И страшно было. Но только до тех пор, пока не начал. А потом так просто, так радостно. Главное же, не делай ничего для славы людской, для того, чтобы одобрили те, чьим мнением ты дорожишь. Про себя же я смело говорю тебе, что если ты сейчас примешь присягу, станешь служить, я буду любить и уважать тебя не меньше, больше прежнего. Потому что дорого не то, что сделалось в мире, а то, что сделалось в душе. Разумеется, если сделалось в душе, значит и в мире перемена будет. Вот я сказал тебе, мать твоя тут, она страшно убита. Если можешь сделать то, что она просит, сделай. Это я хотел сказать тебе. Это ужасно. Боже мой. Борис, Господи. И ты будешь здесь, Борис, когда тебя выпустят? Ну, кто знает, я не думаю о будущем. Настоящее хорошо. Мне не страшно это. Мне ничего не страшно теперь. Мне одно важно. Твое отношение к этому. Я не могу больше ждать. Уговорили его. Согласен. Согласен? Боря, голубчик, ты пойми. Двадцать лет жизни ради одного тебя. Простите, радоваться. И теперь, когда уже все готово, Боря, сделалось. Что же, вот так отказаться от всего тюрьма, позор. Нет, Боря. Мама, мама, ты, ты, ты послушай, послушай. Ну, что же вы молчите? Вы погубили его, вы должны его уговорить. Люба, Люба, говори же ему. Ну, что, ну, что я могу? Мама, мама, ты, ты пойми, что есть вещи, которых нельзя. Так же нельзя, как нельзя летать. Так я не могу служить. Выдумал, что не можешь. Вздор. Все служили и служат. Выдумались Николаем Ивановичем какое-то христианство. Это не христианское, это дьявольское учение, от которого все наложили срадо. Вот, так и сказано в Иваново. Ничего там такого не сказано. А если сказано, то глупо сказано. Боря, Боря, голубчик, пожалей меня. Вся моя жизнь одно сплошное горе, один просвет. Это ты, это ты, и ты делаешь из него боку, Боренька, голубчик. Мама, 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 ты пойми, я вам не могу сказать. Боря, только не отказывайся. Скажи, что подумаешь. Скажи, что подумаешь, и подумай. Ну, хорошо, хорошо. Ну, и ты, мама, пожалей меня. Я ведь в сумасшедшем доме, можно ведь точно с ума сойти. Господа, я думаю, нужно прекратить свидание. Это может иметь очень дурные последствия. Сударыня, вы, ваш сын, в возбужденном состоянии. В дни свиданий, в четверг, воскресенье, пожалуйста, жду вас до двенадцати. Хорошо, хорошо, я сейчас иду. Прощай, подумай. И прошу тебя, в четверг, встреть меня радостно. Думай, с Богом, как будто ты, наверное, завтра умрешь. Тогда только решишь верно. Прощай. Ну, что же ты мне скажешь? Прости. Прости меня, Борис. Я не понимаю, зачем нужно мучить себя и других. Я не понимаю и ничего не могу тебе сказать. Я не хочу أцветь. Я не думаю, что пойдут, что пойдёт. Я не думаю, чтоMoció, по-другому вы научились всеっ Astronomy. Ух Империи, вернее. Вструю величину. Кажется, я Theatre, что выдает мультипетитор? Продолжение следует... 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 Маша, Маша, Николай в ужасном волнении. Он был у Морисы Александровича, пришел, увидел балл и хочет уезжать. Маша, я подошла к двери и слышала его разговор с Александром Петровичем. Он уезжает, Маша. Он уезжает. Что за учитель этот человек? Будьте спокойны. Пройдем до Кавказа без гроша, а там уж вы устраиваете. До Тулы доедем, а там пойдем мешком. Ну, все, готово. Зачем ты пришла? Как зачем? Чтобы не дать тебе сделать жестокое дело. Подождите меня там, Александр Петрович. Я сейчас, сейчас. Ну? И куда же ты идешь? Я оставил тебе письмо. Хватит писем. Нет, я не могу понять. За что ты ненавидишь и казнишь жену, которая отдала тебе все? Что я ездила по баллам? Наряжалась, кокетничала. Вся моя жизнь была отдана семье. И последний год вся тяжесть воспитания и управления делами все на мне. Да ведь тяжесть это от того на тебе, что ты не захотела жить, как я предлагал. А это невозможно. Спроси у всего света. Вот ты говоришь, что ты христианин. Ты хочешь делать добро. Ты говоришь, что ты любишь людей. Так за что же ты казнишь ту женщину, которая отдала тебе всю свою жизнь? Да чем же я казню? Я и люблю тебя. Да как же не казнишь, когда ты бросаешь меня, уходишь. А что скажут все? Одно из двух. Или я дурная женщина, или ты сумасшедший. Сумасшедший. Да пускай я и сумасшедший. Но я не могу так жить. Нет, ну я не понимаю, что тут ужасно. Что я за всю зиму один раз сделала вечер. И за это я должна нести позор. За что? Нет, за что? Ты не хочешь понимать в моей жизни, в моей духовной жизни. Я хочу понимать, но не могу понять. Я вижу, что твое христианство сделало то, что ты обненавидел семью и меня. А для чего? Я не понимаю. Другие понимают же. Кто? Александр Петрович, который выпрашивает у тебя деньги. И он, и другие, и Василий Никонорыч, и Тоня Черемшанова. Тоня Черемшанова сейчас танцует и кокетничает со стёблой. Это жалко. Но это не может сделать того, что чёрное станет белым, не может и изменить моей жизни. Маша, я не нужен тебе, отпусти меня. Я пытался участвовать в вашей жизни, но это делает только то, что я мучаю вас и мучаю себя. И не только мучаю себя, но гублю то, что я делаю. Теперь всякий, тот же Александр Петрович, имеет право сказать мне и говорит, что я обманщик. Что я говорю, но не делаю. Что я проповедую евангельскую бедность, а сам живу в роскоши под предлогом, что я отдал всё же. А, и тебе стыдно перед людьми? Ты? Ну, ну неужели ты, ты не можешь стать выше этого? Ты не хочешь меня понимать. Не, не хочу, а не могу. Да, не хочешь, и мы расходимся всё больше и больше. Вот это-то непонимание ужасно. Ну вот нынче утро я провожу в жановом доме, вижу, как прямо тут с голода умер ребёнок, как мальчик стал алкоголиком, как прачка чахоточная едет полоскать бельё. Потом я прихожу домой, и лакеи в белом галстуке отворяют мне дверь. Вижу, как мой сын, бойчишка, требует от этого лакея, чтобы он принёс ему воды. Потом я иду к Борису, человеку жизнью в своей отстаивающем истину. И вижу, как его сильного, смелого, твёрдого человека умышленно доводят до сумасшествия и гибели, чтобы избавиться от него. Они знают, что у него порог сердца, и они нарочно раздразнивают его и тащат в отделение бешеных. Это ужасно, это ужасно. И тут я прихожу домой и узнаю, что та единственная из нашей семьи дочь, которая понимала не меня, но истину, что она заодно отреклась. И от жениха, которому обещала любовь, и от истины. И выходит за лакея, ргуна. Ах, как это по-христиански. Да, это скверно. Я виноват. Я только хотел сказать, что она отреклась от истины. Ну, это ты говоришь, что от истины. А другие, и их большинство, считают, что от заблуждения. Вот ведь, Василий Никонорович, поверил тебе, а теперь понял, что заблуждался. Вернулся к церкви, покаялся и поступил в приход. Не может быть. Он написал Лизоньке письмо. Она покажет его тебе. Все это очень непрочное. Ну, да все равно. Я только прошу меня понять. Я все-таки считаю истину истиной. Так мне это больно. И тут я вхожу и вижу елка, бал, трата сотен, когда люди мрут с голоду. Не могу я так жить. Пожалей меня. Отпусти меня. Прощай. Я измучился. Отпусти меня. Прощай. Так. Если ты уйдешь, то я уйду с тобой. А если не с тобой, то я уйду под тот поезд, на котором ты уедешь. И пропадай они все. И Маша, и Катя, и Ваня. Боже мой, Боже мой. За что такие ночи? За что? Так мне как же быть? Терпеть, любить. Делать то, что ты проповедуешь. Только переносить нас. Только не лишать нас себя. Да. Александр Петрович, идите к себе. Я не поеду. Я остаюсь. Я не поеду. Недолго нам жить осталось. Не буду портить после 28 лет жизни. Простите. Николай Иванович. Я принесла вам письмо от Василия Неконорыча. Он пишет мне, но просит сообщить вам. Неужели это правда? Да. Прочесть? Прочти, пожалуйста. Пишу вам, прося вас передать это Николаю Ивановичу. Я очень сожалею о том заблуждении, в котором явно отступила святой православной церкви. и радуюсь, что вернулся к ней. Желаю вам и Николаю Ивановичу того же. Прошу простить меня. Замучили его, бедного. Но все-таки это ужасно. Ужасно. А еще я пришла сказать вам, что приехала княгиня. В ужасно возбужденном состоянии. Она хочет вас непременно видеть. Она только что была у сына. Я думаю, лучше отказать ей. Ну что ж, может выйти от вашего свидания? Нет. Зовите ее. Видно, нынче такой ужасный день испытаний. Я не подаю вам руки. потому что я ненавижу и презираю вас. У него сына переводят дисциплинарный батальон. И это сделали вы. Евгения, если вам что нужно, скажите. А если только то, чтобы бронить меня, то вы только вредите себе. Меня же вы не можете оскорбить, потому что я всей душой сочувствую вам, жалею вас. Ох, какое милосердие! Какая христианская высота! Нет, господин Саранцев, меня-то вы не обманете. Сына моего вы погубили, а сами задаете баллы. невеста невеста моего сына. ваша дочь выходит замуж. Партию делает, которая вам приятна. А вы притворяетесь здесь, опростились, да? Столярничаете. Как же вы мне отвратительны с этим вашим фарисейством. Евгения, успокойтесь. Скажите, что вам нужно. Ведь не только то, чтобы ругать меня. и это нужно мне излить наболевшее. Сына моего переводят в дисциплинарный батальон, и я не перенесу этого. Вы довели его до этого. Вы! 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 Не я, Бог, сделал это. И Бог видит, как мне жаль вас. несите покорно. Не могу я нести покорно. Вся жизнь моя была только один мой сын. Я приехала к вам. Последняя моя попытка сказать вам, что вы погубили его, вы должны его и спасти. Вы обязаны это сделать. Поезжайте, поезжайте, добейтесь, чтобы его выпустили. Поезжайте к начальству, к царю, я не знаю, кому хотите. Но вы обязаны это сделать. Если вы не сделаете этого, я знаю, что я сделаю. Вы мне ответите за это. Научите, что я должен делать. Я все готов. Я повторяю, вы должны его спасти. Если не спасете, помните, прощайте. Прощайте. Люба выходит замуж. Неужели я заблуждаюсь? заблуждаюсь в том, что верю тебе. Нет, отец, помоги мне. Помоги мне творить не свою, но твою волю. Помоги мне, отец на этом драма Толстого и свет во тьме светит, обрывается, остальное дописала сама жизнь. Толстого Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok